Это мой Life Journal, Татьяна Солмановна, Макту, Сейфудинг, 12 часов дня, 12 июня 2020 года. Ох, такая красотка, оргазмическая звезда. Ходила с утра в магазинчик, в магазинчик 7 шагов за мои наличные деньги. Купила капусту, картошку, туалетную бумагу, мочалку, еще майонез, покажу позже. Так что вот, сейчас еще пойду в магазин, еще нужно продукты купить. А сейчас засниму с тебя. Ох, какая погода, погода шикарная, такое солнце шикарное. Ох, это шанс, друзья, ох, эти машины, ох, это шикардос. Ох, какая музычка. Татьяна Солмановна, Макту, Сейфудинг, это я. Смотрите два мои канала YouTube, Татьяна Солмановна, Макту, Сейфудинг, на русском, на английском языке. Больше 4000 видео, на каждом видео я. Моя страница ВКонтакте, Татьяна Солмановна, через дефис, Макту, Сейфудинг, через дефис. Моя страница на Facebook, Татьяна Эл, Татьяна Солмановна, Макту, Сейфудинг, на русском, на английском языке пишется. Так что вот. Мужчины там загорают. Морона гуляет. Мужчины загорают. Ох, передо мной женщина. Женщина. В магазинчике Семишагов покупала такое количество продуктов на 3000 сигарет. На ночь сигареты покупала продукты, два мешка продуктов полиэтиленовых. Так что вот. Еще она сигарет. Еще она покупала где-то на 1000 рублей сигарет. Сигарет она еще покупала. А вообще мужчина был такой передо мной. Он покупал, знаете, себе такое блюдо приготовить. Курицу с кабачками. Немножко, знаете, такое небольшое вот слива этого масла подсолнечного. Но потом он в другую кассу пришел. Перешел он в другую кассу. Бутылки я еще собрала в бутылке. Бутылки, которые нужно выкинуть. Банки. Это не бутылки, а банки. По стеклянному. Выкинули на улицу. В общем, здесь у тебя из-под кофе. Банки из-под кофе. И такие из-под горошка. В общем-то там выкинула уже помолку на улицу. Помолка на улице. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Картошечка. Ох, вертолет нет. Внизу слышим вертолет. Внизу слышим вертолет, уже не первые секунды. Картошечку помою. Помою картошечку. Которую я купила в магазинчике Семь шагов. За мои наличные деньги. Такие вот дела. Вот так вот. Продолжение следует... 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 И водитель такой сидит, там это открытое, это окошко и не пройти. Ну, там можно, конечно, около вот этого вот. Я говорю, мужчина, я говорю, а что, загораживаю, пешеходная, пешеходную зону-то загораживаю машиной. Водитель, я у него спросила, а он говорит, что, места нет припарковать. Места здесь припарковаться нету, ну, так и припарковался бы где-то, понимаете, ну, не загораживая, не загораживая про пешеходную, то есть, как там, пешеходную, с этой стороны машины едут, с этой стороны люди едут, а он вообще поперек вот эта машина встал. Он говорит, так стать не делаю, а в какой, там за первой парадой. А я говорю, вы в какой подъезд, мужчина, в какой подъезд приехали? Вот. А он говорит, во второй. Во второй. Умейте это в виду. Он так и сказал, я у него спросила. Я говорю, вы в первый подъезд, наш 32-й дом? Ну, я бы сказала, в первый или в каком, нет, я у него спросила. Он говорит, во второй подъезд приехал. Ну, конечно, я, что, и, конечно, где-то там пройти можно было. Просто меня удивило, знаете, к пирогу так вот. Ну, я прошла туда, я пошла к пяти озерам, зашла в пять озер, зашла в цех 85, поинтересовалась с скидками, скидки на хлеб, так что у вас скидка на хлеб, там достаточно такой большой выбор хлеба, выпечки со скидкой можно было купить. Потом зашла в магазинчик, такой, знаете, вот, спустилась вплоть скалату и сразу там направо, где компьютер продается и поинтересовалась. Мужчина сказала, оденьте эту маску, мне такую штучку одела, да. Я, когда я, я поинтересовалась с самой дорогими компьютерами. Мужчина, вы мне покажите, в какой стране у вас самые дорогие компьютеры. Я сама посмотрела, я говорю, вы мне просто так вот это. Подскажите, с какой стороны, потому что там целый, целый пол, два, и вот там, все, кто, рядов, все, компьютер. Ну, я говорю, в одну звук интересует, я говорю, да. А вот, пожалуйста, вот с одной стороны, с другой стороны, 84 тысячи рублей и 91, ну, с копейками. Что-то там около приблизительно. Так что, вот, и такие клавишки, почти такие шикардованные, такие компьютеры. Ну, такая посмотрела, походила, ну, в общем, пошла в призму еще, посмотрела. Призму, ну, конечно, знаете, вот, если по баджету, мне же нужна мука, крупа, ну, в общем, ну, как просто картошка, картошка. А, сетка картошки. Сетка картошки фиолетовая. В магазине призма. А, 5 килограмм, знаете, сколько стоит, 365 рублей. 365 рублей. Я купила, даже сколько, сколько, сейчас я посмотрю, сколько я купила, килограмм картошки. Картофель. Я купила, короче, я купила в два раза меньше. Я купила 2 килограмма, 322 грамма картофеля, под 12,99, который подорожал, вот, за 30 рублей 16 копеек. По тем ценам за 60 рублей, а там продается за 365, ну, примерно, да, вот, я так, уж не буду, там, найти, тут я уж не стала, там, написываю, что-то такое, там, приблизительно. Вы поняли, да? Ну, цену немножко так, сравнила, цену, думаю, конечно, можете в примут, хализа, это шикардозно. Ну, нужно деньги иметь, чтобы призму. Так что вот, а так, в общем, картошечка, смотрите, вот, картофель, 30 рублей 16 копеек, капуста белокочанная, 1,352, по 19,99, 27, 27 рублей 0,3 копейки, бумага туалетная, по, а, поскольку-то, по 2,99 копеек, 3 штуки, майонез, 39,86, майонез уже заканчивался, 2 штуки, а, поделом, а, там, у них, несколько, второй раз пришла, только 2 штуки было, губка для меня, поскольку, дороговато, конечно, 29,99, я у этого мужчины, извините, спросила, они-то подешевле, где губок, чтобы такую дорогую не покупать, ну, и пакет, пакет полиэтиленовый, в этом, как-то, как я уже сказала, передо мной, вот, когда я покупала, вот, этот первый раз, женщина, женщина, сначала, передо мной мужчина стоял, он покупал цыпленок, как-то, знаете, такого, цыпленок, два, два кабачка, цыпленок, два кабачка, приправа для цыпленка, приправа для курицы, 0,5 масла подсолнечного, и еще, что же тут цыпленка приготовить, вы поняли, ну, потом он фельдмитнулся в эту левую очередь, а перед ним огромная виталента была продукта, там была женщина, которая покупала на несколько, вроде как, чеков, наверное, в общем, на 3200, 3222 рубля, ну, в общем, за 3000, за 3200 рублей, и она покупала целую, больше, чем на 1000 рублей, она покупала панчик, сигарет, знаете, что на этих пачках сигарет, я даже еще, знаете, какие-то такие, импортные сигареты, знаете, что на этих сигаретах на русском языке было написано, как называется, гангрена, 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 это какая-то хуйня, на каждой пачке была написана гангрена, такие тоненькие, тоненькие, да, такие пачечки у них там все это, передо мной, так что вот, а второй раз, когда я в магазине разговаривала с поднежными шагами, за мной мужчина покупал 2 маленьких, 2 маленьких бутылья, бутылька водки-кедровки, мужчина такой, но оплатил за него по карте вот этот мужчина, который по типу менеджер в этом магазине, ну, знаете, как-то по типу вот этот менеджер, знаете, когда нужно там что-то снять, там, вот в кассе, там, вот это его зовут, вы помните, да? Ну, я знаю, я знаю, как раз я уже видела, так что мужчина по карте оплатил вот этому 2, 2 бутылья-кедровки по своей карте, который был за мной, так что вот, имеете в виду, значит, так, Джордж Торрест не написал, ответил мне, Джордж Торрест не написал, ну, да, он мне спросил, я не совсем ответила, Джордж Торрест не спрашивает, я написала, что полторы тысячи долларов я не могу выслать, он спрашивает, how much do I, do you have, do I have, ну, понимаете, да? any other questions, or don't you meet the fans anymore, please let me know, так что вот, я не написал, имейте в виду, сейчас у нас 14 часов, 7 минут, 12 июня, 2020, праздник, праздник, так что вот, и второй раз я ходила, первый раз, значит, по чему сейчас не скажу, это я в 9 часов 43 минуты, чек 18, смена 246, а второе тихо я отоваривала, 12,620, в 12 часов 40 минут, чек 56, смена 346, алмаз, это имя кассира, мука пшеничная 69,24 копейки, мыло туалетное 2 штуки 45,98, крупа перловая 22,99, гороха целый, 24,99, итого 164 рубля я дала ему без сдачи, 100, 150 рублей и мелочью, и он у меня спросил, что это там, а, знаете, я негатив с денег снимала, это огурнички у меня помечены, эти были, а он спрашивал, что это такое, весело в веке. Как. Время. Понял. А. А. Вообще, честно говоря, сегодня вот я два раза вышла в магазин, еще вот там вот прогулялась в подолгоденную поискала на окошку просперочку, вот, а, ну, это еще не все, еще вам не все рассказала, Василий Иванович, с Василием Ивановичем я еще разговариваю с ними несколько раз, он мне сказал, наверное, это мужчина зовут не Оса, а Иса, это он говорит, наверное, Иса, наверное, его зовут, я говорю, ну, может быть, я неправильно, я сегодня еще Ису, Ису встретила, он на машине вылежал, там, на машине вылежал и спросил, как котенок, я говорю, котенок великолепный, я даже наснимаю котенок каждый день на видео, он может познакомиться с этими, с видео на моих каналах Ютуба, Татьяна Салманна Мактун стоит, ну, он записал, я ему там продиктовала, по букву, он сказал, что посмотришь, чем заблокировали прям все это шансы везде, так что вот он там и там ехал, возина, потом он немножко так вот с дороги свернул, с дороги свернул туда немножко налево, налево машину, так что вот, в это время мусорная машина подъехала выгружать мусор, там стояла еще легковая машина, и здесь, конечно, машина пошла на завезах, оказали проехать и создали большую пробку, я говорю, да, да, у нас таких есть пробок 30 лет не было, 30 лет не наблюдалось таких пробок, как на местном проспекте, да, чтобы мусорная машина, которая, в принципе, стоит там, ну, пару минут, чтобы из-за мусорной машины было не проехать еще кучу машин, вы понимаете, да, это должно быть такое большое движение. Номер машины не совсем запомнила, номер скорой помощи хотела, ну, обычно я записываю, ну, все это запоминают, вот этот номер, такой-то номер написывать, там запоминают еще, знаете, лишнюю информацию, ну, и что в голове держать-то, да, вот это вот, хотела заполнить, так и опернулась, хотела, так, я так думаю, нужно это зафиксировать, а потом я хорошо водителя заполнила, что вы... А когда я уже обратно возвращалась, второй раз с продуктами, пешочком, ну, туда, обратно, пешочком из магазинчика, на скамейке около нашей парадной сидел дворник, это уже другой дворник, не тот, с кем, с которым я поздоровалась, другой дворник, женщина, еще, которая на меня, так, понимаете, смотрела, которая сегодня в лифте ехала, так что вот, которая сегодня в лифте, там был дворник наш, который я много раз его видела, который, знаете, когда была в канализацию, прорвалась в канализацию, он там с этим мотором, что-то там это делал, это вот это, потом женщина, которая в лифте ехала, и еще на скамейке сидели два, ну, я бы сказала, таких молодых, восточных мужчин, это же не надо, эти вот четверо, знаете, как-то вот так, так это очень интересно было. Ну, и, что-то, по-всему, они на, в общем-то, вот такое видео, которое здесь на ладони, немножко такое, понимаете, хочется больше позитива, как-то, знаете, энергетические позитивы не совсем матовые, не совсем как-то вот это вот, так что вот. Но, знаете, я бы хотела показать, что сегодня... А, Васенька, давай на ручки, спасибо, только на компьютер прыгать не надо, и это очень хорошо. Я, может, я, может сказать, энергетически сегодня ощутила, что, знаете, вот, такое чувство, что, знаете, как там вот это, что, знаете, так, это не то, что, знаете, как публикуешь грант 10 миллионов долларов я такую энергетику ощутила что люди как-то они активизировали снять грант 10 миллионов долларов ставите как могут активизироваться вообще такая энергетика у нас опять уже искали прошлое это бабушку спасать бабушку там опять опять нужна как-то озвучивать на эти сказать что пишут а вот там я остановись также чувствовали для добивого что 12000 электричество нужно платить коммунальные плодежи нужно платить да нужно и сценарий даже писать что вот такая там бобшу как-то попал шуку возьмите попав шуку там это что помимо знаете хочется быть того конечно известно как жоанн роулинг гарри поттером дом волшебной кошки говорящие в общем как-то вот этого что нибудь дальше даша васильева в общем беременец эта книжка не уж говорила ну что-то такое знаете подсознание подсказывает для вообще для сценария ищем бабушку бабушку нужно спасать бабушка там кого-то топит затапливает я уже об этом уже говорила это как бы на мой ладжон или там огромное количество там больше четырех тысяч четырех тысяч видео на каждом видео я на двух моих каналах ютуба вам никогда не приходило в голову что знаете есть такие спорты объемы там кого-то ищем какую-то бабушку а вот даже вот когда он может подогнать там то скону там еще что-то помочь может быть как там вот это вот ну я не знаю знаете в интернете такие шутки там audите шутки как в интернете или в каких то фильмах чек там вызывает скорую ну вот а сколько там так только там в reaches мы еда там чеку заселить куда чем скорую вызывать Вы сразу вызываете из-за биморга, это, наверное, шутка вот этих врачей, знаете, это циничные какие-то, знаете, какие-то кладбищные шутки, я в интернете это смотрела. Я пыталась как-то это сказать, как-то на как-то вот это вот, понимаете, да? Давайте поищем бабушку, там поможем ей, так, вот это вот, ну и отнимем в нее там, вы поняли, да? Я правильно понимаю, если это доказуемо, является преступлением? А если предположить, что вы хотели у бабушки 10 миллионов долларов поднять, во-первых, у круглых размеров, тогда посмотрите, уголовный кодекс. Вам это не знакомо, нет? Ой, да, она соображает, она дееспособна, да? Она соображает? Просто не надо, когда, знаете, вот, знаете, вот, например, здесь школьников, знаете, проходит Великую Отечественную войну, знаете, такие тяжелые моменты, Холокост, евреи, вы поняли, да? Вам нужно как-то немножко, знаете, вот, расширить кругозор, и, в общем, честно говоря, как-то вот расширить кругозор, и, честно говоря, причинно-следственные связи как-то искать. Просто если искать причинно-следственные связи и доказать виновность, например, тех, это я к этому, к серии ботинского Петербурга. И они будут считать себя, вы поняли, да, вы следите за моей мыслью? Они будут считать себя как-бы виновно обиженными, вы поняли, да, вы следите за моей мыслью? То есть нужно проводить такую очень большую цепочку причинно-следственной связи. И, предположим, если они, например, ехали обратно, и их вдруг машина или взорлалась, или их там расстреляли, какие-нибудь бандиты. Как вы считаете, вот есть причинно-следственная связь в этом во всём? Или они невиновные жертвы? Как вы считаете? Мужчина вот там ездила. Я такая прогуливаю. Там, знаете, вот это вот, это, как там называется, бусейны, бусейны, которые закрыты, напротив бусейнов, которые закрыты, там такая площадка вот этого для этих автомобилей, автомобилей. Там был такой большой белый уазик, большой белый уазик, около большого белого уазика, типа маршрутки, стояли два или три мужчины. И один мужчина был с винтовкой, с винтовкой. Да. Он вот так вот сделал. Ну, знаете, я в тире такие видела, вот так вот в тире. Может быть у него и стира была винтовка, не знаю, может быть это, ну не охотничье, она не была у него вот эта вот, с винтовкой он был. Он даже там как-то вот что-то там, он, знаете, вот ее вот вот так вот, ну потом вот так и как-то там что-то там в пол, в общем, что там такое, а не там. Ну я не знаю, я вот так вот прошла, я там в загорать ходила. Представляете? Представляете, мое такое ощущение? Я так, я такая, даю анонс, жду мой грант с 7 миллионов долларов. Я никогда вообще с винтовками никого не видела на улице. За все мои 47 лет, мне будет вот 47 лет. 20 июня. Я 20 июня 1972 год рождения. Я за 47 лет с винтовкой на улице никого не видела. Да. А как вы считаете? Если Татьяна Талмана за все эти годы не видела никого с винтовкой, тут вот даю такой анонс и вдруг мужчина с винтовка. Да, так и было. Они там, они там, там, булазик, они чем-то там не говорили, вот так прошла, где там загора, немножко так прохладненько там, да так это, так это, так это, так это, так это, так это, это вообще свежо, там свежо, там свежо там. Просто Татьяна Талмана Махтон Саифудин имеет юридическое образование. Изучала криминалистику. Ну, я, знаете, для, я уж по, по, как-то просуждаю на тему, на тему, как это называется, сценарий бандитского Петербурга. Я, честно говоря, даже знаю такой момент по типу самообороны, очень-очень такой тонкий момент, вы понимаете, очень тонкий момент, который, в принципе, требует определенно на какой-нибудь, да? Предположим, ну, мышь, мышь, ну, малая там, вот, я как-то предположим, какую-то такую ситуацию. Вот, предположим, а вдруг будто он хотел выстрелить? В качестве самообороны, я так понимаю, в него можно было выстрелить в ответ, я даже не знаю. Я, честно говоря, не совсем, не совсем изучила, знаете, такое, очень какие-то крайние такие, в общем, в общем, как-то вот так. честно говоря, правда будет. Да, ну, честно говоря, честно говоря, я ощутила, ощутила такое, подумала, что такое чувство, что такое чувство, что я не уже, как бы, обладаю такими деньгами, как-то болтой зубок, ты такой, а кинула такая энергетика немножко такая вот такая вот, знаете, такая вот энергетика, я подумала, что, конечно, в общем, охрана, конечно, нужна. И, кстати, когда я на скамеечке увидела этого Дмитрия, я же еще боком увидела, я хотела так пройти, но потом смотрю, видите, как он, я специально пришла в него, и думала, он там смотрит, там за знакомый, он с каким-то сидит, я так боком посмотрела, скорее всего это он, а это специально минут прошло. А как вы думаете, почему? Вы знаете, я не хотела бы матами, я просто хотела, знаете, хотя, знаете, вот эти, которые охуевшие, они сам, они ничего не понимают, те, кто понимает, эти, такая вот причина и средство на тебя, можно сказать, что вот кто-то там, вы поняли, да, то есть вообще на самом деле, если он там может задуматься на какие-то вот такие вот моменты. Так что вот. А в кафешке 85, как там, цех 85, очередь стояла, была, стояла женщина с мальчиком в очереди, я стояла в очереди стол, я посмотрела, там крест со скидкой, и знаете, это женщина с мальчиком, они как-то думали, ну мальчик, у меня так обратил внимание, понимала, надо же, мальчик такой маленький, ну лет, не знаю, там девять, сидим, девять, я так на меня посмотрел, какие-то, ну, даже интересно. Отлично. Ну, если бы я, знаете, если там было что-то такое, вот это я бы еще сказала, знаете, сказала бы я, моя интуиция мне подсказывает, энергетика, знаете, вот, обладая какой-то такой интуицией, энергетикой, куда копать, куда корни, видите, вот, так что, куда копать нужно, ну, вот соседку, этих соседок выше этажом сегодня встретила, когда я раз в магазин ходила, ну, что вы понимаете? Ну, их я правда давно не видела, особенно вот это вот, ну, как давно, один раз я не видела в прошлом году, так что вы. А вообще, я сказала, знаете, что, я, когда вышла, я на площадке там никого не заметила, но когда я открывала дверь, я вот так по энергетике считала, энергетику, Витлана, Александрова, Сергею Юрьевичу, у которого я выиграла три суда, в приморском суде и два в городском, который хотел меня убить. Да. Я когда вышла, я так по энергетике почувствовала, у тебя энергетика там. Я б так и сказала. Точно сказать не могу, но вот, пожалуйста, вот энергетика. Знаете, блядь, экстрасенсы, блядь, экстрасенсы, блядь, экстрасенсы. Пишите блядь. Камыч вот и соображается. Анонс десять миллионов долларов, как текст трейд, а это энергетика. Ну и все, короче. Так что, и ладно. В приспособности спросить. Ну, как они, по титулу. Ну, вы понимаете. Все. 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 Как звонила тетя Нина моей маме и все говорила, когда мама болела, ты еще жива? Ты еще жива? Тогда я еще не совсем понимала. Я просто не знала, не умела читать мысли людей. Страшное дело иметь в виду. Я вдруг сказала, что вообще-то не было никогда. Вот так вот. Мы еще, кстати, расследуем, знаете, а как-то это не скажу. В Белоостре на ширеторожной двадцать литера, а, там, вот этих, у Виктора Анатольевича Александрова, жена. Кстати, Александра Татьяна, что вот это ее родственники, в которых дом, вот было, есть когда-то там, да, Альбина. Альбина, это ее отец. Альбинин отец, который под старость лет решил жениться на какой-то женщине, медсестре. Так что вот, потом его быстренько не стало, и они потом судились за этот дом. Ну и вопрос, короче, вы понимаете, да? Судя по всему, раз я под Альбином, Виктор Альбином в этот дом шла, значит, наверное, той женщине не достался этот дом или там полдома. Там не все, там полдома. То есть, я сказать не могу. Ну, опять этот салат. Готовлю два раза в день. А вот этот мужчина, шеф-повар, это из этого и правда, из этого огурца, из огурца, из салата, и ну-ка, и крементальный купила, и крементальный купила. А так вообще, ну, можно и с этим, мы и надо положить в этот салат. Что-то не надо сравнивать жопу с пальцем. Вы помнили, да? Это какое-то такое выражение, жопу с пальцем. Так что это то, о чем вы думаете. Я бы сказала, я в сценарии так и напишу. Вот будет на вас 50 покушений, сможете выжить. И что? Приговор какой заказчику-то? Сначала смогите выжить, а потом мы с вами поговорим. Сто, понимаете? Вот сто, а потом мы с вами поговорим. А потом мы поговорим, что достоин тот, который это все показал. Так что вот. Так что не надо здесь даже. Какой. Какой. Так что, да? Так, так. Так, естественно. Так, вы Nunca об А вы помогите себе сами. Смотрите, Джон Кехова, Виктория Боня. Посмотрите, я загружала уже. Он два дня назад. Виктория Боня, смотрите. Джон Кехова взяли книжечку, почитали, помогли себе. Так что вот, Татьяна Сломановна тебе уже помогает в 18 лет. Книжечку Джона Кехова читала в 2004 году. Сука, уже 16 лет прошло. Так что вот, все помогает. Вот 12-13 тысяч рублей электричество должна. Это я о себе говорю. Учащий. 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 Татьяна. Продолжение следует... А вообще, я видела, знаете, по Петербургу, одни бандиты и нищие, больше никого. Я же уже озвучивала, назвала Джонер такой, знаете, совершенно уникальный. У меня бабушка Щегова, Антонина Мартьяновна, она из Ленинграда не уехала. Всю блокаду здесь прожила, работала с моей мамой. Мама была маленькая, ребенком была. Тамара Петербург. А так немцы бы стерли, стерли с лица земли. Они как и не хотели, они хотели стереть с лица земли. Так что, видите, я же там уже писала, да? Так что, знаете, на самом деле, такая я вообще-то хочу за Венишин, за Венишин вообще выиграть. За Венишин хочу выиграть. Гранд-Эль Европа я хочу купить. Так что вот. А также я хочу купить Эрмитаж. Музей Эрмитаж. Представляете, сколько денег заработать Татьяна Салмана? Какие амбиции Татьяна Салмана? В 47 лет учись. Ну, конечно, знаете, сценаристы, понимаете, она еще не то скажет. Скажет, вот еще 12 тысяч, вот это же бреди, электричная, она еще не то придумает. Видите, вот эти вот, ой, ты же там, машины летающие, вот это, ну, это Гарри Поттер, но еще не то придумает. Эти сценаристы, это только слушай, да? Так что вот. Вы же хотели, я там уже в 16-м году, вы же хотели ценности, там, я перевезла, там, у меня целая, там, на Волковском 4, квартира 10. Все, знаете, вот это, я же саменько приглашаю, это 100, все много там всего, там, буфеты, и предметы мебели, обстановки, это все массовое. Так, знаете, я вот сценарий так и напишу, они же хотели, знаете, как-то задарма, вот это, за еду хотели, так? За еду. Ну, так вот, делайте выводы. В еду хотели. Совершенно уникальное, совершенно уникальное. Так что я вам еще не рассказывала об этом, нет? Так что вот, вы просто делайте выводы. Готовьтесь. Так что вот. Вы же хотели, да? С голода помирало. Вам там кости, кости кинуть, или там, что я вам это кинуть, короче, еще так, ногами. Смотрите, а там, короче, вот это. Я в магазин заходила, правда, для себя купила, другие товары. Атомная подводка князь Владимир принята в состав ВМФ. Ах, шикардовно, что это за подводка? Подводка или чего там? Сейчас посмотрим. Атомная подводка князь Владимир. Ах, шикарно, новая, что ли? Это бы еще, может быть, как-то прокатило с кем-то по обычной жизни. Но, понимаете, вы же читаете. По обычной жизни, может быть, там что-то, ну, как-то это, все это, как-то где-то, а так. Ну, там энергетика такая. Говорит, энергетика такая, Ленинград, центр Ленинград, бомбеж, энергетика такая. Они сами, знаете, как-то, может, бегутся, где-то, 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 где-то. Там энергетику, верните все, как-то. Энергетику, берутся, они сами все разбегутся и там смотришь, там вообще никого. Это так же и показывают, как-то, в зеленишнем или где-то, они, а не знаю. Ну, не знаю, знаете, как вот это, а сейчас я вам покажу, давайте вот это, то есть, такой, емарно, это вот это, не помню, да, это емарно. Там энергетику, верните все, там складывают, все, там же такая энергетика вот эта вот. Там же, вы же понимаете, я же вам загружала уже. Просто вам принадлежит то, что вы наживали, вообще пятилеточку. Мою пятилеточку вам лет пятьдесят, пахать. Понимаете, да? Мою пятилеточку, а еще как бы вот этого, еще, еще как бы вот это, еще даже не знаю. Вам лет пятьдесят это пахать. Так что вы. Понимаете, моя пятилеточка вам лет пятьдесят, пахать. И, судя по всему, вот это вот новое, знаете, вот это вот позитивное мышление, книги Джонафа Мерфи, Норманта Винцентопила, в общем, как говорится, вот то, зачем я занимаюсь и так далее, то есть, какие-то знания, то, что мне его очень нравится. Понимаете, это может каким-то образом помочь. Поэтому, судя по всему, понимаете, кто как-то, наверное, осмыслит, поймет, будет двигаться в правильное направление своими мыслями, жизнью и так далее, он будет, вы понимаете, вот она новая, ну, вы поняли, что я хочу сказать, судя по всему, это вот так. Потому что даже еще в Маймэре не смотрела, деньги, а две деньги, да, в том, как книг. Это я покупала в Азуме. Так что вот, ценнейшие знания, понимаете, там молитвы, научные молитвы. Вот такие вот дела. Это, судя по всему, наверное, как-то вот это вот. Вы что, вы сами что не знаете, что-то в пути вот эта собака, с собакой погулять, наморник, этот ошейник надеть, наморник надеть, с собой с собакой, чтобы самому въехать в Эрмитаж. Вы что-то первое, что ли, слышите? Вот он, пожалуйста, смотрите, вот в черных наморниках они ходят. Я вообще просто удивляюсь. Пипец, правда? Там вот еще привяжут на велосипеде, вот так еще привяжут. Гидко к нам едут, посиди, а мы там, а то что, нам помогать не будешь, блядь, что это дикто, а вообще не понял, ну, не нахуй, вот это, блядь, вот это, блядь, вот это вот. Вот это вот, блядь, с которым я сказала, что они выезжают, я все сказала, что они выезжают, это по шестнадцатому году Васенька уже спит. Я все сказала, что они выезжают, потому что я собираюсь быть мэром, нахуй. Помойки улетают, эти, короче, нахуй выезжают, потому что я собираюсь быть мэром. А потом, я когда оглянулась, я оглянулась вокруг, я поняла, что нахуй вот эти все охуели, хуже стали, хуже этих фашистов. Там уже не пойдешь. Бывшая консьержка, понимаете, или вот эти фашисты, или вот эти вот кадры, до пальца, их уже путаешь. От них уже, понимаете, они уже просто путаешь. Да. Поэтому, как говорится, тем смыслом, как бы, ну вы понимаете, да, так все уже как-то само собой, оно как-то вот, ну понятно, да, оно как бы вот это вот. Ну, а чего тебе выезжать-то? В общем, Васенька, нужно, наверное, к позитиву, потому что, если сейчас начнешь об этом негативе говорить, ну да, вот это вот. Ну, понимаете, вот это вот, я не знаю, это юмор, это черный юмор, я не знаю, может быть, это так шутить на кладыше, может быть, это врачи так шутит, я такого вообще по-моему не могу, вот это понимаете, вот я могу это осуществить, когда она подсоединилась к этим, знаете, к каким-то, к кому-то, знаете, на пожизненном, который матами только ругаешься, к чему-то иногда подключаю, это какая-то хуйня, вот это, глядик до сценария. Ну так что вот. Знаете, они что там обещают, они говорят, доченька, а ты сдохни, помоги нам, чтобы мы у тебя все забрали и сами наслаждались жизнью. Будешь, чем они их так говорят? Просто это похуесты сразу, от таком не сошло никогда. Я даже не знаю, это наверно вот к этому, как там, как это называется, ульфинец какая-то, какая-то хуйня, на кладбище, знаете, некоторые там на кладбище устраивают, пиршества, вот этих хуйня какая-то, вот эти в годы или какая-то, даже не знаю, это наверно они так шутят, или в общем не знаю, какая-то вот что там такое. Я даже каких-то черепавых, кровь тzeniол, на кладбище что-то там делают, пишет пишет дни рождения от начала это она как субкультура когда ненормальная понимать как у меня какие-то подростки которые когда поможет все догнать чтобы они хорошо живет какая-то решена ангелы его была какая-то судя по всему наверное черепа любите футболки с черепами и вообще-то церковь сатаны и не сталкиваешься не значит просто какой-то ужин какой-то совершенно но к нормальным к нормальному вообще вообще никак не относится что это что может быть это большие деньги большая власть поэтому они так что напролом там еще что-то но вы просто вы понимаете что такие мысли сразу стреляют в упор сразу расстреливаются сразу расстреливаются были и нет это нужно понимать ну кто виноват а кто виноват в этой ситуации ну это так когда вы видите к этому берегу короче как то масоны короче масоны американцы в общем вот это потому что если все это звучит все это озвучить получится один какой-то фильм ужасов как там семейка адамсов получится фильм ужасов семейка адамсов вместе с бандитским петербургом потом еще какие-то значит в общем в м в в в в в в в картошечку, сейчас картошечка обмыкает, картошечка. Ну да, они, знаете, они такие очень упертые, они там симпатично выглядят или там, а, нет, да, в магазине здесь, а будет ли она нам помогать быть молодым? Нет, будет ли она нам помогать быть молодым? Что это значит еще по списку? Будет ли она помогать нам рожать безболезненно? Что-то там еще, а почему мы должны глотать таблетки, когда мы беременные? Ну и вообще, почему мы должны глотать таблетки, мы привыкли так уже лечиться? Так, вы поняли там, что там у нас еще, а будет ли она нам помогать, так идите на курсы, занимайтесь там, для каких-то беременных, в воде, занимайтесь и поможете себе сами. Кто вам должен помогать? вот, на кого думали, там и спросите, я вам рекомендую спросить там, на кого вы думали, поинтересуйтесь там. так что вот, я думала, что наверно, я знал вам что-нибудь ответить. Ну да. так вот, я думаю. 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 да. так вот, я думаю. но самое интересное во всем что когда ты еще хочешь мысли считываешь на явно для фантастического фильма знаете по типу гарри поттера считываешь они знаете ходят ходят и хотят мечтаю в наглую вот это в наглую там чего-то думают хотят быть знаете а самое интересное как бы ну очень многие знаете из тех кто хотят быть вот этими богом богами я вот смотрела одну там лекцию школы очарований на доске пишет она тоже вот тоже знаете такая очень лекция она мне понравилась эта лекция потому что я вам загружу в общем как-то они так между собой переговариваются что они уже понимаете там как-то зерст или как-то что-то такое они уже как бы почувствовали почувствовали себя какими-то такими мы поняли да это знаете говорит о чем насколько вообще человечество и люди насколько они знаете вот это вот в общем страшное дело это говорит о человеческой природе и страшное страшное дело вообще если так вот все это вот так вот разложить написать просто ангелом был я сказала правда ну другой стороны с какой-то стороны их если конечно ничего не видишь не знаешь вот это если знаете откинуть вот так вот все это назад и лет мне например восемнадцать и когда вот у меня спросить там по поводу бога там церкви ну да бабушка постоянно там молитвы там мечтал то есть тут есть такой вот даже не знаешь вот вы поняли да то есть человек он как-то ну в общем ну да там церковь в общем что для на такое в общем вы поняли да такое что то есть там нет как-то не совсем понятное непонятное тем более это я еще думаю я еще за своей еще думаю это настолько я еще а если на них перевести так это вообще просто как-то вы понимаете да это никогда не видели не это то есть ну в общем а здесь ближе они к тому что что можно посмотреть там физические законы посмотреть то есть понимать окружающим цветах то есть здесь знаете вот это и 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 потому что я еще раз говорю то есть вот сказано что родилась сама эксклюзивно для себя а то что любой закон она может физически потому что создала сама она может сделать так чтобы он не действовал вот и получается большинство в реале но этого нельзя